Доброго вам времени суток! А перед нами вот такая вот в чем-то необычная газель. Причем смотришь и не понимаешь то ли это новодел, то ли это заводская. Как бы основной вопрос вот к этой двери, которая вроде бы и гармонична, а вроде бы и не очень. Но автомобиль, кстати, вот здесь сидение по ходу движения, там вот раскладной диван, машина, кстати, достаточно интересная. Я не знаю ее индекса, но такая вот а-ля такси. То есть, в принципе, мне вот она очень приглянулась, причем именно вот этой вот своей распашной дверью. Хорошая, в принципе, машина для семейного использования была бы вообще идеальна, причем у меня такое ощущение, что этот автомобиль полноприводный. Сейчас присядем. Только не внутрь, конечно, машины, он не наш. Может быть, к сожалению, кстати, еще вот владельца там написано, кто-то хочет, видимо, это приобрести автомобиль. по большому счету, действительно, очень интересный автомобиль, там вот снизу упоры, да, газовый для сиденья, то есть люк в крыше. Вот тут, кстати, королевское место, я бы сказал, сидишь высоко, и все видно, просто действительно царское королевское место. Это с учетом того, что багажник, конечно, минимальный по размерам, он сиденье практически заднего стекла. Но, кстати, посмотрите, интересно, полный привод или нет. Так, задний мост видно. Сейчас, ну-ка, глянем карданчик. Есть у него спереди, кстати, какой мост. Опа! Да, смотрите. Насколько... Насколько... Нет. Ну-ка, по-моему, да, это полный привод. Или я ошибаюсь. Нет, это абсолютно автомобиль полноприводный. Ну, такой вот у него порожек. Тут мы можем, конечно, поизучать анатомию на автомобиле. Кстати, очень интересный автомобиль. Соболь это. Я, конечно, вам немножечко наврал, что это у нас газель. Ну, скажу, что просто в простонародье. Но машинка очень интересная и стоит, к сожалению, давно вот по вот таким вот вещичкам. Вот такая вот машина. Вот такой вот Соболь полноприводный. Ну и рядом давайте подойдем, посмотрим. Стоит 24-очка. Да, хороший Соболь. Мне понравился. Вот стоит рядом 24-очка из того же музея коррозии. Судя по решетке, это вот одна из последних 24-ок. Такая уже подуставшая сильно, до этого стоявшая, судя по следам, на заднем крыле и на задней стойке где-то под деревом. Да, вот, кстати, да, советские номера АМТ. Волга на советских номерах. АМТ это у нас 90-й год, если я не ошибаюсь, 90-й, 91-й, то есть уже закат СССР. То есть машине по большому счету где-то лет 30. Вот этой машине лет 30. Задний фонарик тут у нее наверное свинтил. Сейчас глянем салончик. Хорошая, да. Подголовники. Ну тут и задняя сиденья кто-то уже свинтил. Такая вот машинка. Тут вот кто-то ее очень давно хочет купить. Решетка радиатора местами отсутствует. Такая вот машинка. Спасибо вам большое за просмотр. И вот такие вот артефакты встречаются еще на улице.